Роман Казаков у нас в студии. Сегодня мы будем говорить про налоговые изменения ЖКХ с 2025 года. Что изменится? Роман, доброе утро. Доброе утро. В части налогообложения коснется ли изменение управляющей компании? Потому что, наверное, это касается большинства жителей, правда же? Это касается... Возьмите, пожалуйста. Это такой вопрос, что я растерял, Саша, у меня планшет упал. Это касается всех хозяйствующих субъектов. Действительно, у нас были приняты законодательные изменения, которые предполагают, что организации, которые применяют упрощенный режим налогообложения, со следующего года будут платить теперь еще и НДС. То есть на данный момент и до 2025 года те, кто у нас на упрощенном режиме, НДС не оплачивают, теперь НДС будет. Но не у всех, значит, НДС возникает у тех предприятий, у кого годовая выручка составляет 60 миллионов рублей и более. То есть если это совсем маленькое предприятие, то в этом случае дополнительных сборов налоговых с такого предприятия взиматься не будет. Ну и на примере управляющей компании, если домов много, автоматически больше 60 миллионов, например. Если домов в управлении не так много, то меньше. Правильно я рассуждаю? То есть точно так. Дело в том, что, ну, когда мы говорим про то, каких управляющих компаний это коснется, маленьких управляющих компаний скорее всего нет, потому что маленькие управляющие компании, они выручку имеют не столь большую. Ну и на самом деле это очень легко посчитать. Ну, 60 миллионов в год это примерно 5 миллионов рублей в месяц, там чуть больше. И какое количество квадратных метров в управлении управляющей компанией может повлечь необходимость уплаты НДС всего того, что выручка уже большая. Если мы возьмем тариф в среднем по городу, там примерно 22 рубля, то примерно 220-230 тысяч квадратных метров необходимо, чтобы было в управлении управляющей компанией, чтобы она вот этот порог перешагнула. Что это в количестве многоквартирных домов? Ну вот 230 тысяч квадратных метров это примерно 23 десятиэтажных пятиподъездных многоквартирных дома. Ого! Ну, это не маленькая уже компания, да. То есть это не микропредприятие, это уже такое заметное предприятие со штатом. Но если в хрущевкой мерить, то это будет больше 50, там 50-60 хрущевок должно быть в управлении такой компанией, чтобы вот на этот... 50 домов. Ну, учитывая, что площадь хрущевки обычно в районе 4 тысяч квадратных метров, зависит от количества подъездов, но в среднем 4 тысячи. Ну вот мы те самые 220-230 тысяч при среднем тарифе на это количество и делим. Поэтому это уже не маленькое предприятие, и вот только в этом случае они становятся субъектами, с которых будет взиматься в том числе и НДС. Ну вот мы об этих предприятиях и поговорим, управляющих компаниях. Стоит ли думать о том, что сможет подняться тариф для жителей ввиду введения нового налога? Ну, надо сразу сказать про налог, да, что это не 20% НДС, а которые у всех на общем режиме, это либо 5, либо 7%, которые выбирает сам субъект. Но, тем не менее, что скажется на тарифах? Значит, было много споров, когда эта норма появилась, потому что все понимают, что тариф – вопрос больной для всех, и для управляющих компаний, и для жителей. Одни хотят побольше, другие хотят поменьше. Ну, обычные стандарты споры, обычный диалог. Было выдано разъяснение и Минстроем Российской Федерации, и Федеральной налоговой службой о том, что тариф, ну, они подчеркнули норму закона, утверждается на общем собрании собственников. И таким образом, если сейчас в тарифе на жилищную услугу НДС не предусмотрен, управляющая компания автоматически увеличить тариф на величину НДС не сможет. То есть она становится плательщиком НДС, но тариф для жителей многоквартирного дома, если они на общем собрании иной не утвердят, будет ровно тот же, который есть сейчас. Если у кармана тогда управляющий будет платить, откуда они должны 5-7? Из выручки, из той выручки, которую они имеют, они должны будут изыскивать вот этот самый НДС. Либо обратиться к жителям многоквартирного дома и предложить увеличить тариф на вот эту самую величину. Почему говорю о том, что предложить увеличить может быть частым решением для управляющих компаний? Дело в том, что под нынешний тариф у каждой управляющей компании предусмотрен определенный набор работы услуг, которые она должна выполнять. Часто это минимальный перечень, меньше которого управляющая компания не имеет права оказывать услуг и выполнять работу. Он установлен федеральным законодательством по установлению правительства. Очевидно, что получая на 5-7% меньше денежных средств, баланс-то может и не сойтись. Не всегда можно сэкономить. Поэтому управляющая компания с целью, опять же, не ухудшать качество обслуживания, может выйти с предложением на общее собрание собственников для того, чтобы тариф пересмотреть. Но еще раз подчеркну, что самостоятельно в инициативном порядке изменить тариф на эту величину управляющая компания точно не сможет. Пусть убрать из этого перечня, если он не минимальный. Если не минимальный, то, опять же, интересный вопрос. Убрать, да, но через общее собрание. Дело в том, что мы уже договор подписали. У нас в договоре управления прописан перечень услуг и периодичность их оказания. Ну, знаете, как в свое время было, когда раньше продавали литровые бутылки молока, потом 930 миллилитров цена осталась та же, у кого-то 870 цена осталась та же. Молоко ты пьешь, только обьем очень побежит. И не только с молоком, так везде. И тут так же, убирали у тебя, например, там 5 раз, ну, там, я не знаю, да, будут убирать 4 раза. А мы эту тему обязательно продолжим, буквально через минутку сделаем паузу. Тема очень интересная, потому что касается каждого из нас, потому что мы живем чаще в многоквартирных домах, а у нас в студии Роман Казаков, который рассказывает о том, какие изменения коснутся, ну, почти всех, ну, нет, подождите, нет, многих, многих управляющих компаний. Да, мы с Романом обсудили, что порядка 50 таких вот, ну, на первый взгляд, да, на как бы 50 управляющих компаний в нашем городе, которые вот будут переступать этот порог в 60 миллионов. И теперь с нового 2025 года обязаны будут уплачивать от 5 до 7 процентов сверх, да, того налога, который уже есть. Кто 6, кто 7, от чего это будет зависеть? Ну, они выбирают этот режим, и там, да, они выбирают его на 3 года, то есть, ну, им предстоит еще длительная стратегия по поводу того, каким образом дальше действовать. Дело в том, что, ну, вот, мы до эфира об этом кратко сказали. Дело в том, что понятно, что управляющая компания, осознавая, что далеко не каждый многоквартирный дом согласится на изменение тарифа, и экономическое положение у многих сейчас незавидное, да, и в целом к повышению тарифов люди относятся настороженно. Очевидно, будут предпринимать какие-то меры по тому, как вот из этой ситуации выйти. Один из возможных выходов – это уход с упрощенного режима на основной режим налогообложения. Ну, там появляется НДС уже 20%, но плюс в том, что этот НДС, входящий НДС можно отдать на возмещение. И в этом плане как раз управляющие компании будут оценивать, кто их контрагенты. Если их контрагенты также платилищики НДС, у которых они закупают эти товары, тогда они просто могут за счет возмещений так или иначе эту экономику выправить. Но чтобы не терять вот эти самые 5-7% из выручки, а каким-то образом ее компенсировать. Ведь каждая будет управляющая компания взвешивать самостоятельно. В общем, пути решения есть. Это что касаемо управляющей компании. Какие еще другие предприятия могут попасть под новые налоговые изменения? А все остальные смежники. Дело в том, что, опять же, интересный момент, что все ЖКХ, именно в части управления многоквартирными домами, это же все небольшие предприятия. Там больших-то каких-то огромных субъектов нет. Кстати, выручка в 5 миллионов рублей для предприятия, ну, прямо скажем, это очень небольшая выручка, если предприятие чем-то заметным занимается. Поэтому совершенно очевидно, что под эту же норму могут попадать и организации, которые осуществляют поставку каких-то металлоконструкций, организации, которые осуществляют поставку запорных вентилей. Не производители, потому что производители – это огромные предприятия, там основной режим, огромная бухгалтерия и все прочее. А как раз вот мелкие поставщики. Те же самые производители спецодежды. И вот поставщики спецодежды. Хорошо. А те компании, которые обслуживают лифт и являются аварийными бригадами у них, как будет? Все то же самое. Это те же самые хозяйствующие субъекты, которые тоже будут принимать решения, как им работать. Им все-таки работать на упрощенном режиме дальше, вот с этим самым дополнительным НДСом. Потому что у них эта выручка тоже, как правило, там больше 5 миллионов рублей в месяц. И либо переходить на основной и смотреть, каким образом НДС эти возмещать, если это законно возможно сделать. А может ли это все, вот эти изменения в налогах привести к тому, что мы, как жители многоквартирных домов, получим ухудшение качества оказываемых услуг? Вполне вероятно. Дело в том, что на сегодняшний день каждая управляющая компания ежемесячно должна оказывать порядка 74-76 видов услуг. Сколько из них мы видим? Ну, обычно две. Как пол помыли в подъезде, как придомовую территорию подмели. Ну, еще вот лампочка, чтобы горела. В целом, больше мы особо ни на что внимания не обращаем по пути из дома на работу и обратно. На самом деле услуг много. И многие управляющие компании, особенно учитывая тот факт, что они работают многие по тарифу 2012 года, возникает вопрос, как? Рубль в 2012 году и рубль в 2024, это принципиально два разных рубля. Они просто пошли, отвечают на этот вопрос, они просто пошли по пути примитивизации своей работы. Они как раз оставили в своей работе ровно тот функционал, который мы как жители дома можем заменить. То есть они моют пол, они подметают придомовую территорию и смотрят, чтобы в подъезде было светло. Все остальные регламентные работы, которые они должны бы были выполнять, часто не выполняются. Почему? Проконтролировать некому, не везде советы домов активные и достаточно просвещенные в вопросах того, что и куда смотреть. И поэтому как раз вот управляющие организации примитивизируют свою работу, ухудшают качество. И вполне вероятно, что если управляющая организация не найдет понимания у жителей, не найдет возможности перейти на основной режим налогообложения, каким-то образом возмещать НДС входящий, то в этом случае как раз и будут продолжать идти по этому пути примитивизации, ухудшая качество обслуживания. Но мы об этом думать не будем, правильно? Мы будем думать о хорошем. Пусть все на этом же уровне и еще даже лучше переживем и этом. Роман Казаков был у нас сегодня в гостях. Поговорили про налоговые изменения ЖКХ.